спина за 100 рублей привет помню год назад тебя спрашивал но ответ забыл что ты обычно понимаешь под мифом явно это не примитивная наука метафора и прочее вроде ты говорил что это удобная форма традиции для передачи и следующим поколением или нет напомни что почем да это не примитивная наука миф это условно можно сказать способ познания окружающей окружающей реальности но при этом миф он идет с своим представлением об окружающей реальности которые не свойственны эмпирической науки впрочем науке аристотеля такая точка зрения например тоже не свойства то есть миф это способ познавать или взаимодействовать даже более широком смысле взаимодействовать с окружающей реальностью через истории о персонажах по большей части эпические истории и у нас сейчас 21 веке у нас от этого есть только какие-то отголоски когда человек читает какие-то там вот эти охуительные истории иисуса в новом завете постоянно забываю как этот момент называется когда он начинает байки короче травить вот его balls они по-английски называется забыл как по-русски ну типа притчи иисусе притчи короче то есть человек читает короче эту эту ебалу и такой проецирует то есть это точно нам сейчас доступно но в прошлом она выглядела иначе в прошлом человеку не приходилось как-то экстраполировать какой-то урок выводить мораль из притчи и применять ее на какую-то свою ситуацию в прошлом человек изначально процессировал свои жизненные ситуации чужие жизненные ситуации через истории о богах и героях не собственно мифологическое сознание он так и работает это не то что это примитивная наука и человек думает блять что просто не знает как гром и молния происходят да поэтому он думает что там блять илья пророк пиздит дубиной нахуй по по облакам и блять из-за этого гром раздается так вообще никогда не было в принципе даже самые дремучие крестьяне на самом деле так никогда не считали с точки зрения человека который живет в мифологическом пространстве она несоизмерима не она инкоменсурабельна с точки зрения человека научного то есть человек у которого мозг заполонен именно представлениями об объективной познаваемой реальности не зависящие от наблюдателя значит относительно который он является познающим субъектом да то есть неким коги то даже если он не верит в картезианский дуализм так далее все равно есть представляющим субъект вокруг всего объекта объекта они вместе составляют объективную познаваемую реальность не зависящую не зависящую от наблюдателя и вот вы соответственно в ней волан даетесь и такие блять это стакан это стол сейчас я ему дам определение мифологическое сознание работает не так ну и здесь дело не в том что есть просто дихотомия научное сознание мифологическое нет я вообще сознанием его условно называю очень да может быть самосознание него это неважно установка мифологическое научное на самом деле там много всяких промежуточных еще этапов ну и собственно понятное дело мифологическое точка зрения она культурно-контингентная лишь миф это у всех разные так что да в жизнь прекрасно и удивительно так что да